МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И-эй, ребята! Как там у вас? Здорово! Трактор. Самодвижущаяся гусеничная или колесная машина, выполняющая сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные и другие работы. Большая советская энциклопедия. В царской России производство тракторов было мелкосерийным, а проще сказать штучным, и выпускались они на паровозных заводах. В основном трактора ввозились из-за границы. В советской стране разработке и производству механизированной сельхозтехники было уделено особое внимание. В 1920 году Ленин подписал декрет о едином тракторном хозяйстве. Согласно концепции, новые предприятия планировалось оснастить современным оборудованием и выпускать в массовом порядке дешевые и надежные модели на колесной и гусеничной тяге. Сталинград стал первым городом, где с нуля построили первый крупный тракторный завод. В 1925 году было принято постановление о строительстве современного предприятия, а в 1930-м с конвейера сошли легендарные колесные трактора марки СТЗ-1. Крупные предприятия появились в Челябинске, Минске, Барнауле и других городах страны. Почетный и ответственный заказ выполнили машиностроители 4-жды орденоносного Кировского завода. Создан новый трактор «Кировец» – трактор «Богатырь». Кировский завод – пионер советского трактора строения. Здесь 38 лет назад был выпущен первый советский трактор мощностью лишь в несколько лошадиных сил. Дизель-мотор в 220 лошадиных сил позволяет Кировцу работать широкозахватными орудиями на больших скоростях. В середине прошлого века в нашей стране получили большое распространение гусеничные трактора. Достаточно вспомнить трактор ДТ-54. Он снялся во многих отечественных фильмах. Строительство ХТЗ имени Сергуар Джаникидзе началось в 30-м году в 15 километрах к востоку от Харькова. Всего на постройку гиганта ушло 15 месяцев. Первый трактор покинул конвейер 1 октября 31-го года. Здесь же коллективом инженеров разрабатывался перспективный дизельный агрегат, который можно было бы ставить на все гусеничные трактора страны. В 70-е годы на ХТЗ была проведена коренная реконструкция. На полигоне Харьковского тракторного завода проходит последнее испытание новый колесный трактор Т-125. Т-125 трактор универсал. Он может быть использован для культивации, поронования, глущения стерни. На испытаниях в США в 79-м году наш трактор Т-150К показал лучшие характеристики среди мировых аналогов, доказав, что трактора времен Советского Союза не уступали иностранным. Минский тракторный завод основан в 46-м году и считается, пожалуй, самым успешным на данный момент предприятием, сохранившим мощности со времен СССР и упускает широкий ассортимент транспортных средств под маркой «Беларусь». Что, товарищ, стальной конь мой понравился? Кошмахнёмся? Я тебе коня, а ты мне вон свой чепчик. К моменту развала Советского Союза было выпущено почти 3 миллиона единиц техники. Трактору Т-25А присуждена первая премия Государственного комитета СССР по науке и технике. Но инженеры и конструкторы Владимирского тракторного завода продолжают совершенствовать своё детище. Рассказывая про трактора нашей страны, невозможно обойти историю Челябинского завода, внёсшего огромный вклад в выпуск мирной техники, а во время Великой Отечественной ставшего кузницей танков и самоходов. Решение о строительстве было принято в мае 29-го года на 14-м съезде Советов. Всего через 4 года на линейку готовности выехал первый гусеничный трактор работников Челябинска – Сталинец-60. Невозможно рассказать о всех тракторных заводах советской страны, их десятки, а самих моделей не одна сотня. Хочется заметить одно. В стране существовала мощная отрасль народного хозяйства – тракторостроение. И наши трактора были конкурентоспособны на мировом рынке. Сегодня на полях страны и не только трудятся и наземные железные кони, а на наших сегодня можно посмотреть только в музее. Как говорится, делайте выводы. Вот такие бренды советской эпохи. Продолжение следует...